Архипелаг Северная земля Это самое сердце российской Арктики. Район, удаленный от промышленных центров и судоходных трасс. Сюда не доходит отепляющее влияние ни Атлантики, ни Тихого океана. И большую часть года господствуют полярные льды, охраняя спокойствие аборигенов Арктики. Белые медведи и белые чайки, тюлени и белухи находят прибежище в этом природном резервате, пока еще мало затронутом глобальным потеплением и не нарушенным нефтяными вышками. Цель экспедиции, организованной по проекту ВВФ – получение современных данных о местообитаниях белых медведей, морских млекопитающих и птиц. За время экспедиции обследовано более 5000 километров побережья островов и прилегающих акваторий, в том числе полыньи у восточных берегов Северной земли. Первые вылеты к самым удаленным островам Визы и Ушакова. Море закрыто сплошными льдами с узкими разрывами-разводьями. На молодых льдах лишь редкие медвежки-следы. Встреча белух ранней весной на самом севере Карского моря, идущих еще дальше на север среди готовых сомкнуться в любой момент льдов, стала для нас приятным сюрпризом. КОНЕЦ Остров Ушакова Ледниковый купол на краю шельфа Карского моря. На самом острове, на краю ледника, крохотный, вросший в лед поселок полярной станции Ушакова. На этой, самоизолированной арктической станции, метеорологи работали вперед с 1954 по 1991 год. КОНЕЦ Сейчас здесь летом, где сдятся птицы на заброшенных зданиях, а зимой гостят медведи. Полет в сторону острова Шмидта оказался самым сложным по погодным условиям, но он наградил нас встречи с медвежьей семьей и знакомством с удивительным уголком природы на острове Комсомолец. КОНЕЦ Песчаниковые останцы, словно часовые, охраняют залив Журавлева, сопротивляясь натискам шквальных ветров. Этот живописный геологический объект достоин стать памятником природы и войти в состав североземельского заказника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Завершающий маршрут по архипелагу перенес нас по проливу Шакальского вдоль скалистых обрывов и ледопадов острова Октябрьской революции на сторону моря Лаптевых, навстречу солнцу и открытой воде. Субтитры создавал DimaTorzok Арктические полыньи – настоящие азисы жизни в ледяной пустыне. Именно здесь, у кромки льда, концентрируются тюлени и моржи. Сюда приходят охотиться белые медведи и песцы. Субтитры создавал DimaTorzok Коротким и суровым арктическим летом. Остров Домашний Отсюда уходила в протяженные маршруты экспедиция Георгия Ушакова и Николая Урванцева, впервые исследовавшая и описавшая Северную Землю в 1930-1932 годах. Покидая архипелаг, мы не могли не отдать дань памяти ее первооткрывателям и исследователям и возложили цветы на могилу Ушакова. Короткая экспедиция подошла к концу, но мы надеемся, что полученные результаты послужат надежным основанием для выработки рекомендаций по сохранению ценных арктических видов и среды их обитания в этом суровом, но прекрасном и очень уязвимом уголке нашей общей Арктиды. Субтитры создавал DimaTorzok